Собираюсь варить гайки, вот эти пятаки, которые будут к ножкам приварены. Мало ли, печку надо там будет выставлять под дымоход, поточнее регулировать. Вот я взял три шайбы кузовные. Фух, блин, не помню, какие они там по маркировке. Ну, диаметр внешний у них 65. Вот, я их зачистил, оцинковку цинк снял, и гайки тоже зачистил. Почему я это сделал? Потому что, когда полуавтоматом варишь и цинковку, при небольших токах получается не сварка, а как бы пайка. И такая сварка может отвалиться. Этот слой цинка, он остается. Когда электродом варишь, цинк этот, ну, как бы закипает, и он перемешивается с металлом или выгорает. И, ну, более-менее нормально варится. Поэтому, если металл не перегревать, полуавтомат сейчас варит в гараже не очень хорошо, потому что напряжение пониженное. И, чтобы было по-человечески все и крепко, я цинк защищаю. Вот, выставил на глаз. То есть, взял, что я сделал? Вот гайку зачищенную. Взял вот так вот, чтобы ровненько она стояла. Прижал. И вот двумя жабами и в тиски сейчас обварю. Потом буду это в ножки вваривать. Гайки я сюда вварил. Думаю, что пригодится. Буду либо колеса туда вкручивать. Здесь тоже. Оп, сфокусировалась. Ну, и в третьей ноге то же самое. Либо колеса, либо болты. А может, ничего не буду. Но, возможно, такая предусмотрена. Хочу тонкие места вварить. Вот здесь, снизу и здесь. И вот у меня, как нельзя кстати, остался обрезок один. Очень удачно подходящий туда. Я по диаметру баллона круги вырезал для другого там. Для другой самоделки. Вот смотрите, вообще идеал. Два кусочка таких вырежу. Наверх и на низ. Так, ну что ж. Приварил я сюда вот тройку. Теперь вместе с толщиной трубы четверкой толщина металла здесь будет 7. Сейчас приварю. Так, где она тут есть? Сейчас приварю еще снизу троечку. А потом надо будет вот где-то вот от сих и примерно до сих наварить еще наверное сюда пластину. Ну вот не знаю я. Скорее всего тоже из тройки буду варить. У меня тут кусочек остался. Который не пришьешь никуда больше. А четверки у меня нету. Ну что ж. Сейчас переверну. Продолжу варить. Перевернул я печурку. Сейчас буду варивать эту пластину сюда. Вот, сфокусировалась. Вот, к слову сказать. Отрубился у меня свет в гараже. Такое у нас сейчас часто бывает зимой. Работаешь, работаешь. Херак и света нет. А у меня стоит бесперебойничек в щитке. И хотя бы свет. Хотя бы свет. Но у меня есть. Варить я конечно от бесперебойника не смогу. Видите, вот вольтметр молчит. Вот у меня щиток такой собрал. Я про него потом отдельное видео соберу. Сниму отдельное видео. Вот видите, утеплен у меня. И он с подогревом. То есть, как бы, когда на улице будет минус 15. Щиток этот будет подогреваться. То есть, промерзать этот бесперебойник не будет. О! Электричество появилось. Ну, даже очень неплохо. 218 вольт. Буду варить. Просядет до 200, наверное. Вот такие вот у нас приколы в гараже. Так, ну вот проварил я. Эту пластину обварил. Вот этот вот шов. Стык вот здесь вот я обваривать сейчас не буду. И в нижней, и в верхней. Я это потом, когда боковую приложу. Вместе их и проварю. Этого будет достаточно. Продолжение следует...